Несмотря на дождливое лето, готовить корма на зиму все же надо. А сейчас в районах республики идет покос многолетних трав на сено. Небольшой перерыв между дождями. Трактор выходит в поле. В хозяйстве Тагеева 500 гектаров многолетних трав. Сейчас в полях работают все 6 тракторов. Но кроме дождей есть и другие проблемы. Как везде, кадров не хватает. Трактор висок, доярок. В Марпасадском районе сейчас скошено 210 гектаров. Всего же необходимо убрать 3,5 тысячи. Уборку сдерживает погода. Но несмотря на нее, по словам главы администрации Анатолия Мясникова, все хозяйства готовы в удобное время выйти на покос. Не успеваем в связи с погодными условиями высушить траву, то есть сено. Поэтому по поводу сена будем ориентироваться на другие периоды. На сегодняшний день, помимо всего прочего, у нас имеются запасы кормов, которые еще остались с прошлого года. В республике к заготовке кормов приступили в 18 районах. Темпы пока не оправдывают ожидания. Около 200 тонн высушенного сена. Но это очень мизерные объемы, скажем так, произведенный силос. И сен наш, к сожалению, не так много. По сравнению с прошлым годом мы отстаем почти в 20 раз. По показателям кормозаготовки у нас только многолетних трав. Около 100 тысяч гектаров в общей структуре посевов. Поэтому на сегодняшний день всего скошено около 5%. Это совсем мало. Поэтому в ближайшее время предстоит нам всем, это глава муниципальных районов и руководителям хозяйств, понимая всю ответственность происходящего, надо сплотиться. Какая бы погода ни была, мы должны найти условия и технологию выстроить, так и заложить корма мы обязаны. Качество кормов напрямую сказывается на количестве произведенных мяса и молока. Однако в ближайшие 10 дней синоптики обещают дожди. А значит, сельхозтоваропроизводителям придется приноравливаться к погоде. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.